Здравствуйте! В эфире программа «Серьезный разговор» и сегодня у нас в гостях начальник управления по делам культуры мэрии города Череповца Леонид Лавров. Здравствуйте, Леонид Валентинович! Добрый вечер! Итак, 2015 год в Череповце объявлен годом Александра Башлачева. И об этой яркой личности, об этом ярком поэте мы будем сегодня говорить. Ну а прежде давайте посмотрим сюжет, который приготовил наши журналисты. Я стану хранителем времени сбора камней. Александр Башлачев скромный при жизни простой череповецкий парень. Но его стихи до сих пор тревожат и рвут душу. И даже время над ними невластно. Поэт от Бога. Он должен был рано или поздно занять свое место в литературе. Но сделал шаг в другой мир. И из обеспеченного журналиста превратился в бродячего музыканта. Он органично вошел в рок-культуру, ни в чем себе не изменяя. С акустической гитарой пел сначала по квартирам и подвалам. А позже, когда стало можно, на Ленинградском, Черноголовском, Свердловском фестивалях. За считанные годы Александр Башлачев создал около 60 песен. Хотя некоторые из них песнями не назовешь. Каждая из больших вещей Башлачева, Ванюша, Егоркина, Былина содержит в себе целый мир, как эпические поэмы древности. Леонид Валентинович, что вообще значит творчество Башлачева в наши дни для Череповца, и, наверное, России в целом. Сегодня очень многие аналитики, те, кто занимаются и духовной составляющей культуры, и поэзией, и литературоведением, культурологией, социологией, сегодня уже реально начинают понимать, что Башлачев это, в первую очередь, это грандиозный поэт. И кто-то даже сравнивает его, ставит в один ряд Пушкин, Маяковский, Пастернак, Высоцкий, Пашлачев. По тому внутреннему импульсу, по внутренней составляющей, по духовному наполнению, по той образной системе, которая у него есть. Говорят, что это поэт еще будущего, поэт, который откроет. Но для России это бриллиант. — Почему его творчество так актуально сейчас? Ведь активно стали говорить последние пять лет об Александре Башлачеве, а до этого как-то... — Это же очень хорошо. Иногда поэты, художники, творцы, они приходят раньше своего времени. И то, что они хотели сказать, то, как они писали, то, что они выражали, осознание иногда приходит через пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, иногда сто лет. Открывают художников, открывают поэтов, открывают литераторов, философов. Поэтому ничего в этом страшного нет. То есть очень часто творцы, они являются предтечей чего-либо. Поэтому вот сейчас наступает время Башлачева. То есть его по-настоящему начинают понимать, ценить. Но самое-то главное, что с ним, в первую очередь, наверное, начинают знакомиться. Я думаю, действительно, наверное, это и опрос показывает. Сегодня спросил у многих, кто такой Башлачев, ну, единицы ответят. Что это поэт, что это музыкант, что это духовная составляющая сегодняшнего современного рока. Поэтому ничего страшного в этом нет. И, кажется, всему приходит свое время. Вот сейчас пришло время Башлачева и на пространстве России, ну, а тем более на пространстве Череповца. А в чем актуальность? Что мы можем узнать из его творчества? Что такое сегодня человек, что такое Россия, место России, скажем, для чего человек приходит на эту землю, что он должен сделать, как он должен жить, каким должен быть человек. И напрасно или не напрасно дается нам эта жизнь. Вот, знаете, спрашивала, многие считают, что это очень депрессивное творчество. Вот как на Ваш взгляд? Нет, это не депрессивное. Ведь Вы посмотрите, когда мы говорим о высокой материи, о духовности, о Боге, о предназначении, о судьбе, о жизни, о месте целого пространства в мире, мы же ведь не говорим простыми словами, встал, пошел, сказал, признался, поел, выпил, спать, лег. Ну, это все, это бытовой уровень. А когда человеку надо определять, скажем, огромные явления духовной субстанции, это же ведь достаточно сложно. Я не думаю, что каждый второй в нашей жизни может легко говорить о философии. Каждый второй может говорить о каких-то духовных вещах. Конечно, нет. Для этого есть и критики, для этого есть и аналитики. Поэтому, ну, вот сейчас как раз пришло время оценить, окунуться, заглянуть, понять, проанализировать по-настоящему, ну, как ученых есть, составить свои алгоритмы. Поэтому я думаю, что сейчас Башлачевым начнут заниматься серьезные. Поэтому не случайно последние годы появляются и биографии, последние годы уже начинают появляться диссертации, интересные критические статьи, интересные аналитические материалы. То есть, ну, вот пришло время. И я думаю, что так же, как о многих больших поэтах, сейчас о Башлачеве начнут говорить. Поэтому не случайно вот в Череповце, ну, так вот, карты легли. В начале первые люди были, те, кто говорили, Башлачев, это величина Башлачев, это гордость Череповца, Башлачев, это, может быть, бренд Череповца. Вот прошлый год, позапрошлый год, особенно этот год, год его 55-летия, пришло время. Леонид Валентинович, вот вы мне до эфира говорили, что встречались с друзьями Александра Башлачева. Вот что они рассказывают, каким он был человеком? Я думаю, что мы с вами, я уже с ними вчера договорился, мы с вами, я вам предлагаю сделать записи. Они, во-первых, останутся у вас, и этот год Башлачева, он же не будет только в 15-м году. Вот, эти материалы могут быть эксклюзивными. Но самое интересное, что он был необыкновенно позитивным человеком. Это вот ответ на вашу реплику. И второе, он всегда улыбался. Он очень корректно, он очень интересно выстраивал диалог. И когда у него спрашивали, как живешь, что поражало людей, он вполне серьезно начинал рассказывать. Где, какой он сегодня, что происходит, что интересное, что нет. И потом задавал такой же вопрос, а как у тебя? И они говорят, вот эти удивительные голубые глаза, которые в тебя вот туда погружались, и ты понимал, что, слушайте, а кому-то интересно, что со мной происходит, как. И второе, это потрясающая улыбка Башлачева. То есть, вот этот свет, который шел из его глаз и от его мимики, это была радость жизни, это было удовольствие жизни. Но как только он начинал петь или читать, это становилось абсолютно другой человек. То есть, вот получается, да, бытовая плоскость. Тихие жизни, да. Пожалуй, даже не тихие, такая легкость, радость и глубина, и трагедия. Я не думаю, что о высоких вещах мы всегда говорим с легкостью, с улыбкой. Это всегда сложно, это всегда внутреннее напряжение. Это в определенной степени драма, потому что наша духовная жизнь, она не выстраивается просто. Так вот кирпичики складываются. И поэтому, вот там сразу ощущалась глубина, там ощущалась мощь. И они привели один пример. Как-то, уж достаточно взрослый человек начал, как так, очень нелицеприятно говорить о современной поэзии, о русской поэзии вообще. И было удивительно, как мягко, но вместе с тем жестко, и причем с такой глубокой аргументацией, Башлачев начал говорить о принципах поэзии, о глубине, о людях, о соотношениях, об образах. И говорит, вот совсем недавно кто-то из них встретился с этим человеком, говорит, а вот тот разговор, вот мою жизнь перевернул. Я всю жизнь от этого разговора избавиться не мог. Я все время, своего рода, эту кальку сегодняшнюю накладывал вот на тот большой диалог с Башлачевым. А они разговаривали уже так, с пеной у рта, ну в хорошем смысле этого слова, часа четыре современной поэзии. Вот это Башлачев, поэтому я думаю, что действительно пришло время Башлачева, открытие Башлачева, по-настоящему открытие. Я вчера читала в воспоминаниях о нем, говорили, что когда Башлачев пел, это буквально стирались пальцы в кровь, хрипел голос, человек настолько проникался, что просто все заражались этой энергетикой невероятной. Он же за очень короткий срок научился играть на гитаре. То есть вообще первые песни, первые записи были, он сидит за фортепиано и гитара. И первые песни его под гитару были, а вот последние записи, там ведь у него ведь очень короткий срок творчества, всего лишь несколько лет. Вот этот взлет был, а потом такой период затишья. Так вот записи, когда сегодня оцифровывают, спрашивают, сколько гитар играет. Он играл на 12-струнке уже в последние годы. Никто не верит, что играет одна гитара. То есть вот уже везде во всем была мощь, мощь и в голосе, в выражении, в слове и в музыкальном импульсе. Так что абсолютно правильно стираются, у Высоцкого стирались все пальцы в кровь. Леонид Валентинович, вот городские власти высказывали идею, чтобы изучать творчество Башлачева в школе. Вот как Вы считаете, не рано ли в таком возрасте изучать творчество Башлачева? Я думаю, никогда ничего не рано. Дети, пожалуй, самая чуткая, самая открытая система. И вот здесь зависит от тех людей, кто будет рассказывать и как будет рассказывать. Потому что Башлачева же очень много у Руси, а мы сегодня сами определяем, кто мы и где мы. Поэтому если у тебя есть материал, с которым ты можешь работать, я думаю, материал этот будет благодатным. Поэтому нет, Башлачевым никогда не рано и никогда не поздно заниматься. Поэтому разумно, конечно, да, его никто сегодня не требует и, наверное, не будет такой глупости ставить официально в программы. А факультативы, а может быть определенные темы, почему же нет? Это человек, который родился здесь, который жил здесь и который себя ощутил в Череповце. Тогда, когда ребята распечатали его тексты, просто сделали на листах. Помню, у Владимира Федоровича Пыльникова прозвучало тогда, что ему уже не место в Череповце. Саша, берите листы и приезжай в Москву. Ну вот, вы знаете, общество иногда склонно критиковать и вот тоже слышала такие мнения. Ну вот пьяница, наркоман был и что так прям его культивируют? Вот как вы к таким высказываниям относитесь? Самое страшное тогда, когда берут какой-то маленький сколочек из жизни человека. А что у нас не бывает такого, что где-то в какой-то ситуации человек может выпить? Бывает. То, что человек в этом состоянии может иногда какие-то феноменальные вещи создавать. Абсолютно четко это бывает. Но они берут, ну вот, самый грязный, самый примитивный, вот этот маленький, маленький сколочек из его жизни и начинают его раскручивать. Ну что-то такое резонансное, да? Потому что ничего больше другого не знают. Ну ведь это же страшная фраза. Не знаю, не слышал, не читал, но осуждаю. Поэтому я думаю, что это все наносно, это пройдет. И когда хотя бы распахнется это пространство, откроется эта дверь под названием башлачев этой вселенной. Об этом даже никто и говорить не будет. Или будут говорить, ну как, ну вот, как о каком-то элементе всего лишь. В Череповце есть музей Александра Башлачева. Где он находится и что там могут увидеть череповчане? И как могут познакомиться с творчеством и жизнью? Кстати говоря, музей появился практически сразу в библиотеке на строителей. Там есть уникальные материалы, есть даже не расшифрованные материалы. Поэтому, ну, это раньше библиотека строителей была. Можно прийти. Возглавляла Татьяна Мельникова, сейчас Лидия Николаевна Муромцева. Я думаю, что такое уже место намаленное. И поэтому любая экскурсия, любая встреча, она нестандартная. Туда несут материалы, несут записи, проходят концерты и рок-музыкантов, и известных и неизвестных групп, и известных и неизвестных бартов. Поэтому, ну, это достаточно интересная вещь. И второе, я думаю, что на советском 67 в ближайшее время должен будет появиться музей поэзии. И где бы нам хотелось, чтобы Башлачев был в контексте череповецкой поэзии, но и отдельная тема была. И хотелось бы, чтобы его подали не ходульно, так вот стандартно, а чтобы все-таки это пространство было именно башлачевским. Он в определенной степени интерактив, в определенной степени молодежный взгляд, современный взгляд. Поэтому, ну, я думаю, что все тронуло. Вот что называется, пазлы начали складываться. В мае пройдет фестиваль «Время колокольчиков», который будет посвящен памяти Александра Башлачева. Вот что это будет за фестиваль, кто-то приедет в Череповец? Ну, мы же начали с того, что год Башлачева и год литературы одновременный. Поэтому уже сейчас, в феврале, идет целый блок, целый цикл. Это и в школах классные часы, и городские конкурсы, конкурсы рефератов, в большой блок и радио, и телепрограмм, и газетные материалы появляются. Конкурсы в СССР объявлен в всероссийский поэтический конкурс. Причем в этом отношении библиотечная система молодцы наши. Они договорились с Союзом писателей России, что будет этот конкурс под патронажем Союза писателей. И Евгений Фетушенко дал согласие быть председателем жюри этого конкурса. Поэтому уже сейчас поступают поэтические материалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Кубани, Орла, Перми, Дальнего Востока. Я думаю, что получится достаточно серьезный конкурс. Мы ждем в гости Ильвана Ума, это биограф и автор многих книг о Башлачеве. Где-то 22-23 мая должна состояться творческая встреча с другом Башлачевым Леонидом Парфеновым. И его авторский вечер будет. Ну а 24-го время колокольчиков. Давайте некоторые секреты все-таки приоткроем. Давайте начнем с того, где это будет проходить. Это Ледовый дворец, абсолютно точно. Это фестивальный формат. Это приезжают известные, популярные и тогда, и сейчас группы, такие как «Калинов мост», «Крематорий», «Суркановый оркестр», дальше «Пилот», ну и «Чишекомпания». Такой достаточно мощный форум должен быть. Ну и мне кажется, у нас все получится. Вот по организационным моментам не могу не спросить, когда уже можно будет покупать билет? Я думаю, что сейчас об этом многие будут спрашивать. А билет уже продается с 10 февраля. Очень хорошо, что оргкомитет возглавляет зам мэра Елены Осиповны Авдеева. Необыкновенно такой мощный и креативный человек. И сегодня даже предприниматели, значит, будет целый конкурс, где предпринимателям предложено приобретать и подарить билеты для малоимущих, для инвалидов, для социально незащищенных людей. И поэтому я думаю, что такой музыкальный форум будет истинно череповецким. Ну и основными партнерами выступают Акционерное общество «Северсталь» и «Фосагра». Так, 24 мая Ледовый дворец. 24 мая Ледовый дворец. Спасибо, Леонид Валентинович, что пришли к нам в студию. Ну а я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник управления по делам культуры мэрии города Череповца Леонид Лавров. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин